Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Игорь Радостев, один из авторов сайта «Момент истины». Недавно на нашем сайте он опубликовал открытое письмо Марку Цукербергу. О причинах, которые побудили его столь необычного поступку, и о многом другом, мы сегодня с ним и поговорим. Здравствуйте, Игорь! Все на самом деле очень просто. Обобщая опыт, смотря на те оранжевые революции, которые происходили, я совершенно случайно для себя пришел к выводу, что они все работают по одному из сценариев, который описал еще Владимир Ильич Ленин, находясь в разливе. Он там написал три работы, и все дальнейшие перевороты происходили по сценариям, которые были там расписаны. И оценив, что, допустим, с 2014 года по 2012 год произошло шесть переворотов, там две попытки, четыре переворота, в общем-то все они просто произошли в Африке, я не беру общеизвестные там Украины и так далее. Как бы возникла идея, опираясь на теорию научного коммунизма, только уже в нормальных условиях, не применяя к этому коммунистическое движение, а создать какую-то теорию, именно идеологическую основу, при которой переворот как бы бессмыслен. И вот в связи с чем я решил с таким предложением выйти на африканские государства. Меня всю жизнь Африка привлекала очень сильно, тем более знание языка позволяет это сделать. Я искал долго возможности, как это лучше всего сделать, там посредством обычной электронной почты, пропуском письма, посольства. Ну и решил сделать вот в социальных сетях, как бы большинство, особенно африканских президентов, они там присутствуют. Да, или администрации, даже там министерства присутствуют. В связи с чем я зарегистрировал аккаунт своей консалтинговой организации на Фейсбуке, сформировал предложение и разослал его. После чего аккаунт был заблокирован и попытки там как-то связаться его сблокировать, они не привели к успеху. А сегодня я узнаю совпадение и несовпадение о том, что Фейсбуком заблокировано несколько аккаунтов в связи с тем, российских пользователей, в связи с тем, что эти пользователи подозреваются в вмешательстве внутренних дел африканских стран. Причем это происходит как бы еще на фоне саммита в России и Африка, который проходил сейчас в Сочи, где были представлены большинство как бы африканских стран. Понятно, что за этим стоит не сам Марк Супергерг, а за этим стоит администрация страны, где он зарегистрирован, где зарегистрирована социальная сеть. Понятно, что в данном случае Соединенные Штаты Америки опасаются усиления влияния России на африканском континенте. И использование такого инструмента как социальная сеть для решения такой политической проблемы. Социальная сеть это человеческое общение. Я не считаю, что это должно быть государственное общение. Если вы там хотите создать какое-то межгосударственное общение, то создайте межгосударственную социальную сеть. Это же все-таки частная компания, хоть и мирового масштаба, но частная компания. Частная компания, да. Вот такие у них взгляды. Ну взгляды такие, но тем не менее вмешательство-то... Речь идет о государственном как бы, да, таком антигосударственном как бы акте. Вмешательство во внутренние дела. Кто вообще это определил? Это вот максимум... Можно вмешиваться или нельзя вмешиваться? Да, ну или то, что вот эти действия, они имели как бы такую квалификацию, как вмешательство во внутренние дела. Дела государства, допустим, да, если кто-то вмешивается в наши внутренние дела государства, в зависимости от того, какие там у этого последствия, какие-то действия. Иногда это может быть неруболовно наказуемым деянием. У нас, ну, мы знаем, да, что США там пытается себя позиционировать как международный полицейский. Ну, получается, что Марк Сухкерберг, он получается инструмент этой международной полиции, в кавычках. Ну, здесь, насколько это может быть в хорошем смысле политика двойных стандартов. То есть, когда мы к вам приходим и навязываем свою свободу, это как бы свобода. А если вы к нам приходите со своими правилами, то это как бы вмешательство страны. Правильно, ну, правильно, но об этом должна заявить, допустим, эта страна. Есть-то у нас такая поговорка, у россиян там, у русских, да, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Вот, соответственно, но если ты пришел с чужим уставом, это я должен сказать, что, ребята, ну, это не мой устав, поэтому уходите отсюда. Я не знаю, ведь не было никаких сообщений. Сообщили, что фейсбук заблокировал. И нет уже никакой информации о том, что там такие-то определенные африканские страны обратились к Марку Сухкербергу с просьбой заблокировать акуанты таких-то российских пользователей. Может быть, не только российских. Да, когда она только начиналась, эта сеть, да, там, я думаю, были очень демократичные правила, и, пожалуйста, заходите, кто хотите, свобода мнений, свобода высказываний. А когда она уже приобрела мировой масштаб, когда там уже количество пользователей перевалило за миллиард, это уже превращается в орудие. Мне кажется, глупо было бы, если они не воспользовались бы этим. Ну, это понятно. Ну, то есть, в любом случае нужно признать, что все-таки это политический инструмент. Да, конечно. А вот скажите, я же так понимаю, что вы некое исследование вот таких, так называемых, цветных революций провели, да? Да, конечно. Какую там роль вот в этих цветных революциях играл Фейсбук? Ведь не секрет, что просто иногда собираются какие-то там группы через соцсети и Фейсбук в том числе. Создание, во-первых, любой революции, да, там, у Ленина там была теория, но и по другой работе, не в тех, которых писал в разливе, да, но вообще первое, что должно состояться, это должна появиться альтернативная какая-то власть, квази-легитимная или легитимная с большой натяжкой. Ну, некая позиция, которая имеет некий ресурс. Не то, что она имеет ресурс, а что есть ее, в общем-то, претензия на власть. Даже если вернуться вот к самым истокам, да, к Великой Октябрьской социалистической революции, как мы ее называли в советской историографии. Ведь, по сути дела, это был переворот Петроградского совета. Просто власть болталась туда-сюда, было двоевласть, это мы изучали. Просто, на просто большевики, эта власть подхватили, вот, и сделали это достаточно грамотно. Просто оказались... Да, они вовремя, в общем, как бы, страна практически разваливалась. И советы в то время, допустим, в России, они играли роль того же Фейсбука, потому что они распространяли мнение, они его, как бы... В основе-то стояла очень популярная идея «Земля народу», да, которую очень долго российские правители боялись озвучить, а тут раз большевики пришли и сказали, вот вам «Земля народу». И все, и они сразу получили аудиторию. Как бы, да, вот то же самое и здесь, вот, появляется, и в зависимости от того, насколько социальная, та или иная социальная сеть распространена в данной ситуации, да. Фейсбук, как одна из самых больших и самых влиятельных социальных сетей, это сейчас главный инструмент, в общем-то. Ну, фильтрации ненужных и неудобных мнений. И, конечно, вот такой ход... Ведь в чем основное преимущество, действительно, России в Африке, по сравнению с любой другой страной? Ведь мы не вывозили оттуда ресурсов и не вывозили оттуда никогда рабов. Вот. И то положительное мнение, которое мы там имеем, оно не потому, что мы там ездили на какие-то курорты и оставляли там большие деньги, да, и тем самым приобрели к себе большое уважение, как это там на Кипре было, там или еще где-то. Вот. Мы Африку учили. Очень много президентов, немного, но есть президенты, которые говорят на русском языке, которые окончили русские вузы. Президент Анголы, например, говорит на русском языке. Вот. У него и жена СССР он привез, как бы, да. Вот. Вот. Потом мы в Африке отдавали свои силы, отдавали даже жизни и, в общем-то, не рассчитывали что-то получить взамен, потому что мы говорили, что это наш интернациональный долг. Вот. И мы сегодня никаких счетов в Африке на этот счет не предъявляем. Ну, наши позиции были потеряны в связи с... В том-то дело. Они, может быть, потеряны на государственном уровне, но они не потеряны на человеческом уровне. Конфуций сказал, да, что человек, передающий знания, находится на пути к бессмертию. Вот то, что мы сейчас имеем в Африке, это то бессмертие, которое приобрели наши предки, обучая африканцев. Поэтому надо продолжать учить. Другой вопрос, что, допустим, бывшим митрополиям это никогда не было выгодно, потому что умная Африка — это подорожание и рабочей силы, и ресурсов, и осознание. А неграмотная Африка, соответственно, это все даром. На Фейсбуке вас, в конце концов, разблокируют. Как... Вы останетесь на этой площадке? Конечно, останусь. Если разблокировать, останусь. Я там, в общем-то, и побыл совсем чуть-чуть, да. Поэтому даже чисто из интереса, конечно, останусь и как буду вести. Но если меня разблокируют, я думаю, что, возможно, это будет произведено с какого-то высочайшего повеления. Да, и поэтому чисто не потому, что там преклоняться или потому, что я заискивать как-то буду или еще чего-то, а вот... Как возможность говорить на большую аудиторию. А вот чтобы просто непроизнесенного не делать, я буду предупреждать о том, что я хочу сделать. Но незадолго. С нами был Игорь Радостев. Читайте его колонку на сайте «Момент истины». Вы там узнаете много интересного не только об Африке, но и о других интересных странах, в которых он сам лично побывал. Если вам есть что рассказать, звоните в редакцию.